Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Открытая политика права» и сегодня поговорим о явлении, которое затрагивает всех. Это работа службы судебных приставов, а точнее отдельное злоупотребление со стороны судебных приставов. И они, к сожалению, касаются любого гражданина России. Все сталкиваются с этими проявлениями незаконности. И поговорим о явлениях и о том, как с этим бороться. Но первое, самое распространенное явление – это списание одной суммы долга по нескольку раз. То есть есть сумма, допустим, 5000 рублей, у должника есть 5 карт банковских, со всех взыскиваются, списываются деньги. Но и здесь в соответствии с законом об исполнительном производстве судебный пристав в течение 5 дней должен вернуть излишне взысканные деньги, снять все обеспечительные меры, аресты и так далее. Однако этого не происходит. Людям приходится месяцами бегать за судебными приставами. Какой совет могу дать, как эффективно этому противостоять? Кстати, многие юристы-адвокаты дают советы, если столкнулись с такой ситуацией, идти искать встречи с судебным приставом или идти на прием к начальнику районного отдела судебных приставов. Я убежден, что этот механизм абсолютно неэффективный. Он, кроме того, требует очень много времени. Все знают, наверное, как найти судебного пристава. На это могут уйти дни, недели и даже месяцы. Если произошла такая ситуация, то необходимо обращаться с заявлением прокуратуры, следственный комитет. Только таким образом можно быстро восстановить свои права. Нет никакого смысла искать встречи с судебным приставом. Это я вам заявляю авторитетно, потому что я сам столкнулся, допустим, в прошлом году с такой ситуацией. У меня три или четыре раза с разных карт забрали одну задолженность, причем одна карта была арестована полностью. Ну и пришлось обратиться с заявлением в прокуратуру. В общем, да, пару раз пришлось написать, но зато судебные приставы потом сами искали встречи со мной и просили отозвать эти заявления, объясняли свои действия недоразумением. Хотя я прекрасно осведомлен о том, что эти действия недоразумением не являются. Я постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями. Люди обращаются в очень много обращений, связанных с тем, что вот один и тот же долг взыскивается многократно. Дальше о более серьезном злоупотреблении. Оно уже не носит такого массового характера, потому что это злоупотребление не объяснит недоразумением. Это злоупотребление, по сути, преступное. Оно содержит в себе уже признаки должностных преступлений. Можно даже сказать, что оно сопряжено с хищением. Это когда втайне от должника обращается взыскание на недвижимое имущество. Это имущество передается на торги. Втайне, разумеется, от должника проходят торги. А потом даже разница между суммой от продажи имущества и долгом не возвращается по несколько месяцев должнику. Вот эта схема, к сожалению, имеет место быть. Я за последние два года трижды столкнулся с реализацией этой схемы. Трижды, в общем-то, люди, действуя по моему совету, добились возбуждения уголовных дел и осуждения судебных приставов. А раз я столкнулся трижды с этой ситуацией, значит, она тоже определенную массовость имеет. И какие ошибки опять допускают здесь должники вместе со своими юристами, представителями или адвокатами? Они начинают обращаться в гражданский суд, как будто все цивилизовано. По ошибке произошел арест и продажа этого объекта. Но этот путь также неэффективен, потому что он может занять месяцы и даже год, два, три. В гражданском порядке можно судиться очень долго, но и с непредсказуемым результатом, потому как все знают, как у нас устроены суды общей юрисдикции. Немедленно при обнаружении такого факта, то есть, когда втайне от вас продали недвижимое имущество, необходимо обращаться с заявлением о возбуждении уголовного дела в органы Следственного комитета. Именно они возбуждают дела в отношении приставов. Ну, а также можно в это же время обратиться в органы прокуратуры, ФСБ с требованием, чтобы они подключились к этой ситуации. Какие нарушения, вопиющие, тянущие на криминал, допускают в таких случаях судебные приставы? Во-первых, они не сообщают должнику о возбуждении исполнительного производства, следовательно, не дают ему возможности добровольно рассчитаться по долгу. А там долг бывает иногда по 50-100 тысяч рублей. Они, следовательно, судебные приставы не ищут другого имущества, а по закону сначала судебный пристав должен постараться найти у должника деньги, движимое имущество и в последнюю очередь обращать взор на недвижимое имущество. Ну и, наконец, сумма долга должна быть соразмерна стоимости имущества, которое судебный пристав хочет реализовать. То есть при долге 50-100 тысяч нельзя обращать взыскание и передавать на торги имущество, которое стоит 5 или 10 миллионов. А вот именно это и происходит. Ну, кстати, тут надо также обратить внимание, что вот эти торги втайне от должника имеют место в случаях не тогда, когда по решению суда принято решение о реализации такого-то объекта. А тогда, когда по решению суда есть денежное обязательство и во исполнении вот этого денежного обязательства судебный пристав накладывает арест, обращает взыскание на какое-то имущество должника. То есть должник даже не знает о том, что это имущество находится под ударом. Должник даже вообще иногда не знает о том, что у него есть, кстати, исполнительное производство и вообще есть долг, потому что как-то столкнулся с ситуацией, что вот это все происходило на основе заочного решения суда, о котором должник вообще даже не знал. Гражданин не знал даже о судебном процессе. Так вот, все это образует состав уголовно наказуемого деяния, если такие действия приставы совершают. Приговоры по стране хоть не носят массового характера, но они есть. С самих случаев еще больше. Почему мало уголовных дел? Потому что граждане идут судиться по совету адвокатов зачем-то в гражданском порядке, оспаривать торги. Ну а сами мы понимаем, что когда на приставы не идет давление уголовно-правового характера, то в общем-то они расслаблены, ну и у них в общем-то достаточно неплохая коммуникация с судами и частенько граждане споры проигрывают. А при том, что бывает суды, кстати, признают, что да, имущество было реализовано правомерно, но тут-то реализовано оно может быть и правомерно. Но судебные приставы, бывает, оценивают ее по своему усмотрению, либо со своим оценщиком, который в сговоре, и эта оценка может кратно отличаться от рыночной стоимости объекта. Это уже дополнительный элемент криминала, все это должно получать оценку в уголовном деле, а не в каком-то там гражданском процессе. Поэтому при возникновении таких ситуаций, если человек узнает о том, что так втайне от него реализован объект недвижимости, одна дорога в органы следствия, прокуратуру, ФСБ, и не надо слушать никаких юристов, которые говорят о том, что мы здесь в гражданском цивилизованном порядке все высудим. Может быть, они и высудят когда-то, но этот процесс, во-первых, сопряжен с большой нервотрепкой, кстати, с серьезными расходами на судебный процесс. Вот сегодня я рассказал о двух самых распространенных проявлениях правового произвола со стороны судебных приставов. Они носят еще, их несколько разновидностей этих злоупотреблений, но вот я считаю, что самые распространенные два. А вот эта продажа имущества с торгов, она является, я считаю, самой такой тяжкой по последствиям для населения страны. Ну, проблема глобальная, проблема серьезная, служба судебных приставов, в общем, не очень престижная, зарплата там низкая, там перманентный отток кадров идет, большая текучка. Ну и, в общем, в связи с этим там не очень высокая квалификация кадров, отсюда вот такие вот злоупотребления, где-то упущение, где-то злоупотребление. В общем, менять все надо, как всегда, на федеральном уровне, здесь должна быть политическая воля руководства страны, но когда это произойдет неизвестно, поэтому надо знать свои права и действенные механизмы. Продолжение следует...